Ребята, сегодня у нас долгожданная встреча. Давным-давно не было у меня в гостях Виктора Трубицина. И вы сколько раз просили, и я просил. Но Виктор у нас человек занятый, поэтому не так просто его захватить, не так просто его привлечь. Но сегодня нашел время. Виктор, спасибо большое, что приехал. И сегодня мы поговорим про довольно-таки важную тему, которая, не знаю, может быть где-то в сети и массируется, муссируется. Но вот есть у Виктора свое мнение по этому счету. Сегодня мы будем говорить про болезни рыб, в частности про криптокариоз. Сначала поздороваюсь со всеми. Давно не виделись. Привет. Естественно, потому что крипт – это как бы самая распространенная болезнь морских рыб. Про нее больше всего вопросов, как бы, ну, больше всего проблем она людям доставляет. Почему неправильно? Ну, криптокариоз – это как бы такое сокращенное название. Вообще по-научному называется криптокарионос. Криптокарионос? Да. А ты думал, ты говорил, что не выговорю я. Выговорил? Да, потому что я тебе по слогам сказал, как-нибудь по-хитрому криптокарионос, там, ну, какой, не знаю. В общем, вообще, да, откуда названия болезней берутся? Давай людям расскажем, а то... Давай, почему это криптокариоз? Что за криптокарионос? Криптокарионос, ихтиофтириоз и там, и так далее. А это, кстати, одно и то же? Да, это, кстати, не одно и то же. Ну, тоже пресноводное масло. Сейчас я расскажу, подожди, смотри. Почему такие названия? Потому что один замечательный человек, который жил в России, да, его звали Константин Иванович Скрябин, вот, он отец русской гельминтологии, там, паразитологии. В общем, он придумал, как давать названия различным таким вот болезням. Эти инфекции, которые вызываются всякими живыми организмами, ну, например, там, инфузориями, там, какими-нибудь... Ну, могут они не обязательно инфузориями, да, там, одноклеточными, ну, могут и многоклеточными, могут моллюски паразитировать, там, например. То есть, паразиты это получаются? Да, ну, и самые распространенные это всякие разные черви. Вот, и он придумал, что берется рот, которому принадлежит паразит. В данном случае эта инфузория называется криптокорион по-латыни. И добавляется оз. Есть инфузория ихтиофтириус, она называется по-латыни. Вот к ней прибавляется оз ихтиофтириоз. Уз убирается, вот, чтобы было звучнее. И вот так формируется название всех вот таких болезней, которые вызываются какими-нибудь простейшими, какими-нибудь вообще многоклеточными, любыми такими вот организмами, которых уже можно уже ближе к животным причислить. То есть, по названию паразита, который там причастен? Да, по-латыни, как строится название научное любого организма? Сначала идет название рода, которым он принадлежит, а потом идет видовое определение. Вот, например, криптокорион или танц, называется эта инфузория. Это равнорестничная инфузория паразитическая, которая вызывает эту болезнь. Почему она вообще, что такое криптокорион? Слово крипто, криптос, древнегреческое, как уже многие могут догадаться, оно означает скрытый, скрытый, тайный, невидимый. Криптос, а карион, кариос, это ядро. Скрытое ядро. Если посмотреть под микроскопом на эту инфузорию, можно найти, там в интернете полно видосов, то ты не увидишь такого четко оформленного ядра. Вот когда смотришь на какую-нибудь одноклеточную инфузорию туфельку, у нее прям четко вот оно ядро, где в ее клетке, вот она одноклеточная, вот у нее ядро. То у криптокориона, у инфузории нет ядра, у него такая вот, как подковообразная такая штучка, и все у него внутри там льется, переливается, он такой темный, и непонятно вообще, кто это, что это. Вот поэтому так и назвали, собственно. Ну, аккориумисты, чтобы упростить себе жизнь, называют криптом, вот самое простое. Часто можно встретить такое выражение «морской эхтеофтириас». Ну да, я говорю, это схожие или не схожие? Изначально криптокорион иританс, иританс это, кстати, обозначает раздражающий, вот. Так что уже тогда, правда, имелось в виду, что они раздражают кожу рыб, вот, а так оно раздражает аккориумистов очень сильно, это болезнь, так что все четко с названием. «Эхтеофтириас мультифинис», да, он называется у нас по-латыни. Изначально, когда открыли крипт, а его, по-моему, даже открыли аккориумисты, ну, это я точно не знаю, и что-то когда-то я где-то читал. В общем, насколько я знаю, в океанариуме в Японии, ну, в Японии очень давно океанариумы появились, там еще буквально лет 60 назад, и в одном из океанариумов Японии вдруг, не в одном, а там их всего тогда еще пару было, и рыбы начали покрываться точками морские, они не поняли, что такое, потом у них как начало все помирать, они там стали анализы делать, смотреть, и вот тогда типа, о, нифига себе, оказывается, болезнь такая морских рыб есть. Как бы паразит уже давно такого открыли в море, а то, что он в аккориуме вот такое вот приносит, то есть в океане он не вызывает никаких таких эпидемий, пандемий, там не умирают миллионы рыб от него. Это происходит только в аккориуме. Ну, мы к этому сейчас вернемся. Сейчас я про схожесть с Ихтиофтириасом. Вот. И вначале ученые, когда его открыли только, они ему дали нафиг название Ихтиофтириаса только морского. Они его прям так и назвали, морской Ихтиофтириас. Они Ихтиофтириас маринос, по-моему, его называли. Ихтиофтириас уже знали, и он уже был открыт. То есть Ихтиофтириас был раньше открыт, чем Ихтиофтириас. Да. Ну, пресноводная аквариумистика. Раньше нашлась. Она как бы была развита уже на тот момент. И с этой болезнью уже сталкивались много раз. Плюс есть еще и Ихтиофтириас очень распространен и в нашей широте. У нас рыбы болеют нашим местным Ихтиофтириасом. Мы больше в аквариумах сталкиваемся с тропическими формами Ихтиофтириаса. А раньше аквариумисты с кормом, например, с жилым или с какими-нибудь карасиками себе приносили. Но он такой, более простой, легко лечится. А вот тропические формы уже посложнее. Так и вот, вначале морской Ихтиофтириас назвали. Прямо по-латыни даже взяли к роду Ихтиофтириас. Ихтиофтириус Маринус, по-моему, они назвали. И такие замечательные люди думают, что все хорошо. Но потом, как наука развивалась, исследования, различные все. А сейчас уже генетические исследования показывают, что это вообще даже близко никакие нафиг не родственники. Разные. Это очень, настолько далекие друг от друга инфузории. Чем это объясняется? Есть такая поговорка «Святое место пусто не бывает». То есть, если есть какая-то экологическая ниша, которую можно занять, паразитировать на теле рыб, то в пресной воде один организм придумал это делать, то и в морской воде обязательно тоже будет организм, который придумает такое же. Но я думаю, наверное, в морской воде даже появился и раньше. Мы его просто не замечали. Да, а это называется в биологии конвергентная эволюция. Когда организмы друг к другу вообще не родственники, но они придумывают одно и то же приспособление. И живут, одинаковый образ жизни ведут, экологическую нишу подобную. И они друг на друга похожи. Внешне же они схожи. Внешне похожи, а на самом деле вообще никакие даже не родственники. Кстати, давай пока мы не ушли далеко от этого. Внешне, у нас вот нет ни видео, ни фотки даже никакой. Как он проявляется? Почему я, собственно, и не хочу никакие фотки втыкать? Потому что... По-разному? Ну, очень сильно по-разному. Все зависит от, во-первых, от вида рыб, на которую садится, эктиофтирис. У каких-то рыб кожа темная, например, и сильная восприимчивость, и на ней будут прям очень сильно видно белые эти точки. У каких-то рыб восприимчивость меньше. И кожа, ну, такая, окраска такого цвета, что ты просто не заметишь этих белых пятнышек. Вот. Иногда они дислоцируются на жабрах. Сидит у тебя крипт. И ты знать не знаешь. У тебя рыба ничем не обсыпанная. У нее, возможно, где-нибудь... Ты не что внутри на жабрах? Да, внутри прямо на жабрах. Ты внешне никак не увидишь. У тебя раз рыба умерла, ты... Ну, я не понял, в чем дело. Вообще, диагностика под микроскопом всегда подразумевается скобс-жабер. Это самое подверженное место? Но это, во-первых, это самое опасное для рыбы место. Если туда заселились наши паразиты, то они очень быстро рыбу бьют. Потому что они жабры повреждают. Вот. Это самое такое. На коже они наносят повреждения, когда уже их очень много становится. Иногда рыбу обсыпают прям таким сплошным слоем. Некоторые рыбы реагируют. У них ответная реакция организма на то, что кто-то их начинает кушать. И они выделяют много слизи. Вот. И рыба прям такой слизью покрывается. И ты даже не видишь толком этих точек. Какое освещение? Какой еще штамм? Сейчас уже все люди знают, что такое штамм. Раньше приходилось объяснять. Вот. Какой их теофтирис к тебе... Ой, их теофтирис, говорю. Какой к тебе крипт приехал? Вот. Откуда он? Есть, который обсыпает рыбу очень сильно. Есть пять точек на рыбе. Всего лишь висит. Висит. А потом раз рыба умерла. И ты тоже ничего не понимаешь. Мы вот говорим про точки. А помнишь, у меня был Хелман? Да. Вот. У него были тоже точки, но были крупные точки. Вот. Мы тогда с тобой посмотрели, что это никакой не крипт. Как не перепутать? Это вот очень интересная вещь. То, что было тогда на Хелмане, это инфекция, которая вызывается вирусом. Причем этот вирус, он ближе к такой герпес-вирусам, как у человека. Вот простуда на губе, которая вылазит. Это связано с понижением иммунитета. Вот. И точно так же вылазит на рыбе. Вирус проявляется в том, что он на плавниках, на теле. И это такие как бы хлопьевидные, длинные такие штуки. Это не четко оформленные шарики, как при случае с ихтиофтиризмом. Вообще как бы, ну... Они вообще как бы и не шарики были. Они какие-то продолговатые. Он называется лимфоцистис, да, по-научному. И это, как переводится, грозьевидная узловатость. То есть это воспаление лимфы. И они могут проявляться вот даже как наподобие, как прыщи у человека. Такие вот бугры. Как вот простуда на губе. Вот подобное прямо на теле у рыбы может вылезть. На плавниках оно всегда такими висячими, белыми, как вата висит. Вот можно с сопролегнией перепутать. Но лимфоцистис, он будет такой более белый, такой яркий. Сопролегния она такая мутновато-белая будет, как вата. Вот такая вот грибковая инфекция, когда там кто-то повредил себе кожу или что-то. Сопролегния вот в пресной воде чаще всего. Так вот, насчет диагностики. Точную диагностику можно провести только с помощью соскоба, с микроскопом. И я аквариумистам не рекомендую заниматься этой ерундой. Потому что любой их теопатолог там все, он вам скажет, «О, пока не установишь диагноз, не надо начинать лечить, туда-сюда». Почему? Потому что единственная болезнь, которая легко перепутать, ахтиофтириоз, это аодиниум. Вот. Морской амилоадиниум, да, он называется по-морскому. Есть аодиниум, он для пресных рыб, а амилоадиниум – это для морских рыб. А это вот как раз такие между собой родственники ближайшие. Аладдинос он еще называется. Аодининос – это уже болезнь. Да, да, да. Которую вызывает аодиниум. Мы же с тобой запоминаем. Аодиниум, аодиниос. Как болезни называют. Вот. Перепутать легко с аодиниумом. Аодиниум – точки более мелкие, их вообще прямо настолько, вот если ты их сосчитать не можешь, их прям миллион, вот это вот сто процентов аодиниум. Но иногда он бывает так, что его только в отраженном свете видно. Ты прямо на рыбу смотришь, толком ничего на ней нет. А вот когда она боком повернулась, сбоку свет, на нее падает откуда-то. И на ней такая вот сыпья, беловатая, да, сыпь. Вот такая бархатная, может быть, кожа. А крипт все-таки покрупнее немножко, да? Крипт покрупнее. Ну, бывает, я встречал штаммы криптокариоза, где-то очень маленькие точки, их очень много. И это был крипт, это был не аодиниум. Вот так смотришь, кажется, о, это аодиниум. А под микроскоп смотришь, а это крипт. Но почему для аквариумиста это не важно? Потому что лечится одинаково. Да, да. И именно тем методом, который предложу я. Если вдруг у любителя есть свой микроскоп, прямо вот здесь возле аквариума, он умеет делать соскобы, вот, он умеет ловить рыбу в коралловом рифе, то вообще никаких проблем. Конечно, такая диагностика приветствуется, это замечательно. Он посмотрит, что точно убедится какая-то. Надо же еще знать, что он там увидел. Вот увидел, ну и что? А, ну, это очень легко. Есть интернет. А картинка? Можно набрать, например, там, криптокорион под микроскопом. Там тебе миллион вылезет, видео, фото, все, ты сравнишь, и прям будет он, прям он будет, да. Дело все в чем, обычно у любителя нет ни микроскопа, нет опыта брать соскобы с рыбы. И они не могут эту рыбу поймать в своем аквариуме. Ну вот у тебя есть друг, у которого есть микроскоп, и который вообще микробиолог в лаборатории. Он тебе говорит, да вези соскоб. Я тебе вообще 5 секунд установлю там тебе диагностика. Ты отрезала рыбе жабру. И ты такой, да сейчас поймаю вон это зебросом, нефиг делай, сейчас сачок возьму. И просто весь аквариум. Вот так все рыбы зашугались, куда-то убежали, кого-то травмировали. И ты зебросомку маленькую поймал, а как это соскоб делать? Ну такой взял ножом, скальпель, а у тебя тоже, конечно, нет. И так, и пол рыбы взял соскоба. Это нужно делать аккуратно, быстро. Размер рыбы играет роль. У очень маленькой рыбы будет тяжело, чтобы ее не повредить. В общем, можно больше навредить, чем от этого будет пользы. Поэтому диагностировать под микроскопом, ну не так-то уж важно. Нужно использовать, лучше использовать универсальное лекарство, которое будет лечить от всего. Я как бы сторонник такого консервативного метода, который тысячу лет используется. Я использую для лечения против всех этих инфузорий только медь. Другие все лекарства я не использую никогда. Медь, чтобы, ну, кто не знает, чтобы понимали, что это убийцы и креветок, и кораллов, и всех беспозвоночных, да? Именно так. А почему? А потому что у них кровь на меди. Ты уже говорила. Запомнил, запомнил. Молодец. Потому что у нас, у нас кислород в крови переносит железо. Поэтому у нас кровь красная. Гемоглобин у нас. А то есть мы немножко ржавенькие такие. У нас постоянно железо в организме движется. А у них этим занимается медь. И он меди. И когда вот концентрация меди высокая в воде, у них все процессы нарушаются в организме, все разрушается, и все, и конец приходит. И вообще, ну, в высоких концентрациях медь, она убьет кого угодно. Хоть и рыбу, которые, да, хоть слона, хоть кого хочешь. Пока мы не перешли, у меня же есть план. А мы опять, как всегда, идем не по плану. Мы всегда опять прыгаем. Но я бы хотел здесь, в общем-то, немножко отклониться обратно к плану. Потому что, когда мы будем говорить о способах лечения, это уже как бы кульминация. Я перед этим хотел бы затронуть такую вещь, как карантин. Эта тема как раз-таки пересекается с путем заражения. Как ты вообще в аквариум приносишь и все остальное. Давай про это поговорим сначала. Ну, для начала рыба к нам как поступает? Оттуда? Из-за границы? Если весь путь взять, из моря, кратко. Вот какой-то местный абориген поймал там рыб непонятным способом. Травил цианистым калием, сачком, сетями, электричеством, все что угодно. Ноловил он этих бедных несчастных рыб. Какие-то там часть из них умерла, не умерла, посадил их в какую-то тесную очень емкость. В природе такие болезни, как вот криптокариоз, адениоз, они редки. Там на какой-то рыбе есть две штучки, сидит, и они в такой хронической легкой форме протекают, что коралловый риф не замечает вообще. Нету инфузории шансов. Это не особо такая болезнь. Это такой, знаешь, можно я тут посижу, немножко, ладно, не выгоняйте этого, я вот на одной рыбке посижу и все. Вот вылавливают кучу рыб, сажают, естественно, в какую-то одну емкость, они там все полумертвые, ослабленные. Естественно, ослабленные. Потом этих рыб продают скупщику местному. Этот скупщик продает более крупному скупщику, тот более крупный скупщик везет это все на какую-то базу. Табаза сажает в какие-то аквариумы, так за ними может два дня наблюдать. Все это время рыб этих никто не кормит, никто не лечит. Там многие люди не знают вообще, что местные, кто их ловит, они не знают, что там воду надо менять, например. Вот они налили, и у них в этой воде уже 10 партий рыбы прошло, а че, она же жидкая до сих пор, ну как бы не испарилась, че, рыбы же не пьют. И всегда у рыбы разная вода. Здесь она одна, тут пересадили в другую, там в третью. Это все огромный стресс, это все очень сильно способствует развитию паразита. Снижает иммунитет, в общем. Ну, мало того, что снижает иммунитет, паразиту очень хорошо, когда большая кучность рыбы. Когда вот в одном маленьком объеме сидит очень много рыб, ему легко распространяться. Вот. Естественно, там емкости тесные, очень мало места и паразит замечательно там распространять. Доходит там до какой-нибудь карантинной базы уже покрупнее, которая отправляет по всему миру рыбу. Там уже используют какое-либо лекарство. Там вообще просто рандомно. Кто-то медь, кто-то вот просто вот так вот посыпал мерного купороса. Аспирином? Да. Кто что там, кто на что гораст. Есть, конечно, конторы крутые, но их там по пальцам пересчитать и они не факт, что в Россию будут что-то отправлять. Нам достается, надо вот всегда об этом помнить, что в России едет самая беспонтовая рыба. Потому что есть крупные рынки, которые покупают в большом объеме, там, постоянно и все такое. Там будет Япония, например, там, ну, США, там, не сильно в Азии покупают. В США и своих там поставщиков полно. Но тоже есть там Южная Корея, где тоже там аквариумистика вовсе развита. Это вот этим странам прайс приходит в первую очередь. Они выбирают все самое хорошее. Вот осталось все такое не очень, но в России он, наверное, вот на... Но это не потому, что Россия, а потому, что просто рынок маленький. Очень маленький рынок, конечно. И там происходит накопление рыбы в одном месте отовсюду, со всей Азии. И, соответственно, все штаммы этой болячки потом оказываются в конце в одной емкости. И они прекрасно там размножаются между собой. И получается, выводятся такие жесткие штаммы, которые, ну, блин, уже и лекарства так сильно не берет, и у рыбы там иммунитет не вырабатывается и так далее. В общем, бывают такие жесткие, что их теофтириас, что крипт бывают настолько жесткие, что прям очень сложно ему победить, быстро рыбу убивает. Вот. Поэтому там такая фабрика для выведения болячек. То есть рыба вероятнее всего заразится не в море, а именно вот там где-то в цепочке логистической. В море там буквально одна рыбка такая больная попадется. Даже если в море поймать сто подряд больных рыбок, то у всех у них будет там две-три точки. Там ни одна не будет поражена так, что она при смерти. У них будут эти точки, которых они вообще в жизни не заметили. Потому что она не ослаблялась вот этими переездами. Как только рыба попадает в стесненную среду, с неоптимальными параметрами, где очень много других рыб, это прям рай для развития болячки. И в принципе у каждого аквариумиста дома аналогичные условия. У нас по сравнению с тем, какой объем воды приходится на одну рыбу на коралловом рифе, в аквариуме эта величина всегда меньше намного. То есть вот у тебя плавает несколько рыб, и это уже даже как бы перебор. Не то, что перебор. По сравнению с природой. Для распространения болячки это уже идеальные условия. Вот в чем дело. Как подводные лодки. Никуда даже не денешься. Если посмотреть на жизненный цикл этой паразитической инфузории, открой там википедию любой аквариумный сайт, там очень любят рисовать вот этого. Там трафонты, там монты, там у человека что, 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 уже все, крыша уже поехала от всех этих названий. Если по-простому, на рыбе сидит инфузория, кушает рыбу. Вот когда в определенный момент она наелась, у нее уже сил много появилось, ей хочется размножаться. Она выходит из этой капсулкой, потому что когда она внедряется в эпителии рыб, то вокруг слизь, вот этот сам шарик, это все, что вокруг этой инфузории нарастает. Она там внутри. Да, она там внутри. Зачастую люди видят шарика, а там уже никого нет. Из этого шарика уже вышла инфузория. Она выходит, падает на дно и потом покрывается такой твердой оболочкой и внутри этой твердой оболочки происходит ее деление многократное. Она делится, делится, делится на много. Получается, их там была одна, на 500 штук разделилась, например. И лежит вот эта циста. Эта циста прикрепляется в основном. То есть сначала в первый момент она из рыбы выплыла и передвигается по аквариуму какое-то время. где-то в течение суток может она еще плавать. Потом она ложится на дно еще сутки, двое. Там все зависит от штамма. У кого-то это все быстро происходит, какое-то это все медленно. Это вообще тяжело это прогнозировать, как это будет в твоем аквариуме. И вот она падает на дно, покрывается оболочкой, делится, потом оболочка разрывается и из нее вылазит целая куча мелких паразитов, которые ищут новую рыбу. Промежуточный вариант, когда она еще в оболочку не превратилась, а какое-то время плавает, она опасна для рыб? Нет. Уже наевшаяся такая она? А ей уже по барабану рыбы? Ей надо заикариться. Ей надо где-то себе тихое местечко найти, чтобы где-то там прикрепиться. В основном они на дно падают, потому что они так плавают-плавают, они теряют плавучесть постепенно и падают. Устают. Да, у них редуцируются все вот эти реснички, по-сомучь у которых они плавают, все, и оболочка такая твердая. И потом вылазят вот эти мелкие. Они тоже уже плавать начинают? Вот мелкие это вот самые опасные твари. Ну да, можно и так сказать. они уже плавают активно, они уже ищут рыбу хозяина, им нужно прилепиться, они капец какие голодные. И непонятен механизм. Ученые до сих пор не разобрались. А когда эти ребята вылупляются из этой зиготы, что это? Ну, из этой цисты вернее. Что провоцирует этот процесс вылупления? Вот одни аквариумисты думают, подмена. Нет, вот одни думают, что это аммиак. Когда от рыбы исходит аммиак, рыба мимо проплала, вот лежит себе циста, лежит месяц. Она поняла, что есть хозяин. Они вылупились, пошли есть. Другие думают, что связано со слизью. Рыба чешую покрывает слизь, которая изощает от бактерий, трение, в общем, и все такое. И вот частички этой слизи, оба, но нет никакого научно установленного механизма. Как и везде вы говорили в мистики, ничего не исследовано. Не то, что не исследовано, а исследовано вдоль и поперек, но не нашли. У этой цисны нету таких органов. Нет такого механизма, который бы брал анализ такой, о, рыба аммиак, сейчас тест на аммиак, зеленый, все, вылупляемся. Единственное, нашли взаимосвязь между освещением и вылуплением этих ребят. Эти ребята всегда вылупляются ночью, когда отключается освещение. Они начинают искать рыб ночью. Почему? Потому что рыбы спят. Большинство из них активно не двигаются. Ну, представь, что у тебя рыба вот так вот плавает, а эта маленькая. Не догонишь жарю. Подожди, стой, такси. Вот, а тут рыба спит. Некоторые рыбы такие в полудреме плавают, некоторые же вообще на дно ложатся. Губаны так вообще зарываются. Вот, или куда-нибудь, или на дно, или между кораллов, ну, в общем, на какую-то твердую поверхность. Вот, им вообще, тут тебя циста, тут рыба рядом легла. Ну, вообще, супер, плыть никуда далеко не надо. Вылупился. Пешком дошел. Они всегда вылупляются ночью. Это очень важно. Надо это запомнить. Надо не выключать этот факт. Нет. Нет. Делайте-то день. Это, в конце концов, они не выдержат и вылупятся днем. Это не означает, что все цисты вылупляются всегда ночью. Нет. Это определенная статистика. например, 70% цист точно вылупится ночью. А 30% когда вылупится, вообще неизвестно. И самые первые исследования говорили, что вот там такие люди, которые исследовали как бы не сильно много рыб и один-единственный штамм и прям установили сроки от двух дней до 14 дней вылупляются все туда-сюда. При такой температуре такой солености. Все. Ну, получается, а если при такой... А если тогда температуру повысить или там температуру понизить, тогда же они умрут или соленость там повысить, понизить, да, конечно, так и делайте. И вот многие там аккуривисты пытались что-то делать. Потом выяснилось, раз нашли штамм, который живет при солености 12 и температуре 15 градусов. Когда китайцы начали у себя делать садки морские, разводить некоторых морских рыб у них как все покрылось в один прекрасный день. Криптокориоз. Даже при низкой температуре. И вот этот штамм спокойно живет. Его при 8 градусов положили, его цисту, они вылупились, поплыли рыб искать при 8 градусах. Так что никакая соленость, никакая температура роль не играет. Единственное, при поднятии температуры цикл как бы ускоряется. Они быстрее вылупятся, быстрее рыбу найдут. Но я почему не рекомендую поднимать температуру? Потому что что при ихтиофтириозе, что при криптокориозе, что при аодиниуме. Когда повышаешь температуру, рыбе требуется больше кислорода. Вот у нее обмен веществ повышается, а чем выше температура, тем меньше воскварено кислорода. А все эти паразиты очень любят жабры рыбам портить. И у них и так тяжело дышать. Зачастую рыбы умирают именно от того, что они просто дышать элементарно не могут. У них жабры поражены и все. И рыба просто задыхается. То есть сам паразит не может рыбу съесть насквозь дырку, прогрысен. Такого вообще не бывает. Он сидит всегда там наверху. Просто усугубляет. Да. Он может наделать дырочек, через которые будут проходить какие-нибудь болезнетворные бактерии. Даже не обязательно болезнетворные, которые присутствуют в нормальном аквариуме. но так как рыба уже сраны, они уже будут в эту рану заходить свои дела делать. Грибки, бактерии, вирусы, кто угодно. То есть эти паразиты инфузории, которые на теле рыбы паразитируют, они открывают двери для всяких других ребят. Проходите, пожалуйста. Заходите. Хотя им это не выгодно, им выгодно, чтобы подольше рыба оставалась жива, чтобы было что покушать. У меня новая гипотеза родилась. Ты ее сейчас подтверди, или опровергни. Во-первых, хочу спросить, с рыбами понятно, на кораллы они охотятся или нет? Естественно, нет. Хорошо. Только? Улиток, креветок, кораллы не трогают? Не трогают. Отлично. Тогда вот у нас появилась какая-то рыба и может быть даже сдохла уже от этого их тяфтериса. Все остальные еще живые. Выловил всех рыб, выловил, и рыб нету. Прикрепиться не на что. Этим получается инфузориям нужно питание, питание нет, они помрут с голоду через какое-то время. Все, обратно запускаешь рыб. Такой метод лечения имеет право на существование. Вообще-то это древний метод лечения уже используют 50 лет. Метод пересадок называется он. Его как раз таки используют. То есть можно так победить? Конечно. Сколько она без еды может жить? Очень мало. Вот эти ребята, которые вылупились из цисты и повыли искать себе рыбу, максимум, что они могут прожить два дня. А потом они просто умрут с голоду. Но в чем заключается прикол? Ты никогда не знаешь сколько у тебя цисты и когда из них они раскроются. Ну вот какая из них когда? Там еще эти-то уже померли с голоду, а тут еще я рассказывал про тех ученых, которые там сделали однозначные выводы, что у них там вылупляются от двух до 14 дней. стали исследовать разные штаммы, у одного штамма циста пролежала 6 месяцев, а потом из нее каким-то образом вылупились эти трафоны. Ну да, на полгода ты не отсадишь. Почему так произошло? Непонятно, почему у нас 6 месяцев лежит. А цисты все одного штамма вылупились все за две недели, а это несколько штук полгода лежало. Ну вот что такое? Кто-то для всяких таких карантинных вещей я тебе еще вот мы сейчас про карантин поговорим и про методы лечения. Я тебе расскажу что именно я применяю. Зачастую вот многие заядлые такие аквариумисты, которые уже такие продвинутые, у которых полностью аквариум заросший кораллами, они зачастую не испытывают особо проблем. Почему? Потому что кораллы едят трафонтов, вот этих маленьких говнюков, которые укрепляются и ищут рыбу, кораллы их слопают с радостью, потому что они для них вот такой же зоопланктон, как и все остальное. Поэтому и в природе их так много нету. Там коралловый риф весь заросший от и до всякими разными организмами. Плюс на коралловом риф еще же много всяких микро беспозвоночных, которые с радостью слопают этих ребят. В аквариуме-то их не так много, но у тебя очень часто когда аквариум прям весь заросший кораллами и туда попадает больная рыба, раз и все. Эти все ребята вылупились, их всех съели и цикл не пошел дальше и все. Такое бывает, но на это надеяться я не рекомендую. Такое может произойти, но не факт, что произойдет. произойти, да. Когда ты покупаешь рыбу в магазине, часто рыба приехала вся ослабленная и все ее пролечивают. и бывает, недолечивают рыбу. Есть некоторые аквариумисты, которые думают, что на некоторых рыбах всегда присутствует крипт. Самыми такими злостными переносчиками крипта являются хирург хепатус, белогрудый хирург. Ты эту рыбу себе взял, в аквариум посадил, все, тебе крипт прям обеспечен. Так некоторые считают. Не так это? Миф? Ты же любишь развеять мифы? Дело в том, что эти рыбы очень восприимчивы к крипту, они очень восприимчивы, поэтому собственно на них легче всего заметить, и они самые первые чаще всего и умирают. Та же зебросома чуть подольше еще поживет с таким поражением криптом. Есть люди, которые считают, что каким-то образом эти инфузории могут как бы в дремлющем состоянии оставаться в коже на рыбе. То есть у тебя рыба сверху все здоровая, все нормально, она у тебя просидела например там три недели в отдельном аквариуме, ничего себе не случилось, ты ее сажаешь в общий аквариум и у тебя раз и всех обсыпала, а потом и эту рыбу обсыпала. И человек приходит к выводу, что я же ничего больше туда нигде не добавлял. Это значит на рыбе кто-то сидел. Но это не так. Не так? Нет, никто не может на рыбе сидеть. Зачем ты мне сказал месяц хипатуса держать в карантине? Сейчас тебе объясню. Я имею ввиду, что нет никаких таких спящих каких-то инфузорий, которые полгода на рыбе спала, а потом раз и вылезла. Некоторые думают, что крипт возникает в аквариуме, когда рыбы ослаблены, когда отравление аммонием, нитритом происходит, туда-сюда. Это не фактор появления болезней. Если взять, провести эксперимент в аквариуме очень сильно больных рыб посадить, прям обсыпанными очень сильно, в небольшую емкость, и к ним добавить супер здоровую рыбу. Или наоборот, лучше взять аквариум с идеальными параметрами, вода, вообще все офигительно, корм, здоровая рыба, просто такая упитанная, замечательная, и к ней подсадить несколько обсыпанных заболеет здоровая рыба или нет? она в своей среде, наверное, не заболеет? Заболеет. Все зависит только от количества паразитов. Там все обычная математика. Попадание, вероятность того, что количество. Если самую здоровую рыбу замечательную атакует 5 трафонтов, которые ищут, вылупились эсцисты и ищут где бы покушать 5 штук, то ее иммунитет сможет ее защитить. У рыбы есть иммунитет, но он с нами наоборот злую шутку играет, я сейчас объясню. Пятерых выкинули, все нормально, рыба не заболела. Обезвредили. 5 тысяч трафонтов ее атакуют, она не сможет сопротивляться, какая бы она здоровая ни была, в каких бы она идеальных условиях, она все равно заболеет от такого большого наплыва паразитов. И вот когда мы рыбу покупаем, почему нужен карантин? Она может визуально там с ней быть вообще все нормально. Когда в нее только вторгаются эти инфузории, еще нет никакого шарика, никакого белого пятна. У нее на жабрах может сидеть, тоже не увидишь. Поэтому лучше посадить рыбу в отдельный аквариум, в карантинный. Она посидит. Лучше, конечно, в идеале. Что такое карантин? Кванта гаранты 40 дней переводится вообще. Карантин? с итальянского, по-моему. Не ошибаюсь. То есть лучше 40 дней. Вот просидит, если она, ничего на ней не вылезет, тогда ее можно в общий аквариум пускать. Есть у меня вопрос. Давай. Вопрос про карантин. Вот ты говорил, вот она была в океане, выловили ее, она пошла туда, там посидела, там посидела, там посидела. Каждый раз это новая вода, новые условия, постоянно новый стресс. Ослабляется, ослабляется, еще ослабляется. Карантин это еще один новый резервуар с новыми условиями и дополнительный стресс. Это зачастую карантин люди устраивают для своих рыб. Это я не знаю, лучше бы они его не делали. Как вот, вот общий аквариум, в нем есть пенник, там есть течение, есть биофильтрация, да, вот всякие там у кого что еще, там какие химические фильтрации, уголь, там антифос и все такое. А карантин почему-то это должна быть какая-то маленькая емкость. С компрессором? В ней ничего нет, один какой-то компрессор. Карантин он должен быть по условиям еще круче, чем общий аквариум. В нем должны быть условия просто идеальные. Во-первых, в нем обязательно должна быть вода, например, из этого аквариума. В первую очередь, да, уже живая вода, не свежая, как очень многие люди купили рыбу, засолили, вот у них общий аквариум, вот у них карантинный фильтр, там все, купили, но воду засолили, свежую, вот только что. И посолили туда эту рыбу, что-то ей фигово, она просто, в ней паразитов-то никаких не было, она просто умерла от того, что ее в такие условия засунули, в свежий аквариум, там, соль еще, да, аммиак. В общем, карантин, его нужно запускать еще раньше, чем аквариум. В нем уже должны быть все, устоявшаяся вода, все, в нем должны быть идеальные условия, обязательно, в нем должны быть укрытия, чтобы рыба могла прятаться, то часто карантин, это вот просто вот стеклянная банка без ничего, там рыба посередине сидит и просто офигевает, когда там кто-то мимо проходит или что-то, и она просто не шоке, да. Самые лучшие укрытия, это какие-нибудь пластиковые трубы ПВХ нарезанные, вот, их можно достать, кипятком ошпарить, помыть, вот, избавить от, естественно, там, живые камни сажать в карантин, ну, если вдруг ты используешь там лекарства или что-то, то это нецелесообразно, должны быть какие-то такие пластиковые укрытия, но там должна быть биология, там должна работать биология, биофильтр там должен быть обязательно, может, на каких-то там, на каких-то наполнителях коммерческих, там, я не знаю, кто что там, керамики, там, еще что-то, коралловая крошка, хоть что угодно. Ну, в таком случае, это живые камни, ну, может, и нецелесообразно экономически, но они будут давать же вот именно ту биологическую фильтрацию. Да, и лом живых камней, например, какой-то фильтр, там должно быть обязательно течение, обязательно контроль температуры, а то еще зачастую люди отсаживают маленький аквариум, но у меня дом тепло, у меня нормально, а большой аквариум очень долго нагревается, очень долго остывает, и перепадов температуры в нем практически нет. А маленький аквариум, все очень быстро, если у человека ночью форчику открыл, проветривает, и у него прям прохладно, у него раз температура там до 21-го упала, раз потом днем до 27-ми на солнышке повысилось, и там вот такие качели, рыба там тоже заболевает, там и без паразитов уже рыбе будет фигово. Вот, нужно обеспечить постоянство условий, чтобы там соленость была стабильная. Вот, посадил на 30 солености, пусть на 30, посадил на 35, пусть на 35, во время лечения всяких лучше соленость чуть-чуть понижать, там можно 29-30, вот так вот держать. Если уже на рыбе какие-то симптомы появились, только тогда добавлять лекарства. В карантине? Да, просто так фигачить рыбу. О, все, так, какие там виды бывают лекарства, там, прозикмонтелла червей, антибиотик, там, от бактерий, там, медь, от инфузорий, от лекарства, да, все, и рыба просто подофигела и умерла. Потому что, если мы делаем такое превентивное лечение, мы не знаем, эта рыба уже получала, какое лечение, какими лекарствами, насколько у нее, в каком у нее состоянии печень. Но ее печень убьем очень быстро всеми этими лекарствами, и она просто у нас погибнет без всяких паразитов от нашего замечательного лечения, что очень часто, кстати, и происходит. Вот. Поэтому рыбу посадить в аквариум, вот лучше всего у тебя есть кубик, вот этот маленький, аквариум, вот ты недавно покупал хепатуса. Неделю назад мы с тобой ездили. И я тебе что сказал сделать? Посадить его на 30 дней. и вот он у тебя, у тебя в кубике, уже там все сформировано, там и биология, и фильтрация, и все, там в контроле температуры, все там есть, и свет есть, там у тебя и беспозвоночный есть. И два клоуна. Да, и два клоуна. Две потенциальных жертв. У тебя еще там собачка, по-моему, какая-то есть. Собачка еще, да, есть. И вот он сейчас там сидит, этот хепатус, месяц он посидит, если ни на ком больше на нем ничего не вылезет, то тогда можешь его в общий аквариум сажать. Вот это, конечно, идеальный карантин. В том случае, если на нем что-то вылезет, то тебе понадобится еще одна емкость, чтобы его и всех остальных рыб оттуда вытащить. Но вытащить четыре рыбки из... Мне проще, знаешь, что сделать? Мне проще вытащить декорацию с кораллами, вот сюда ее поставить. Ага. Отличная идея. И принести сюда все цисты. Нет. Супер. Точно. Вот, блин, да. Вот методы лечения, с чего начинаются. Очень много есть всяких разных лекарств импортных. Сейчас я понимаю, что к ним доступ ограничен. У нас и так лекарства не возили в принципе лекарства для рыб в Россию последние года. Последние 8 лет. связаны с лицензированием, там все такое. Но люди заказывали по интернету. Из Америки, из Европы, в Америке много всяких лекарств. Я там даже половину фирм, не знаю. В Европе тоже есть и есть и такие известные бренды, есть такие, которые у нас непопулярные, но там они очень популярны. И много всяких лекарств. Есть такие лекарства, которые якобы риф-сейф. То есть они безопасны для беспозвоночных. Как правило, у этих лекарств такой замечательный состав. Экстракт красного перца, экстракт лимона. Подорожник. Там вот только подорожник. То есть они риф-сейфти, но рыбу не вылечат. Вот если там у рыбы 2-3 точки и аквариум полный кораллов, то тогда они вылечат. Потому что просто этих трафонтов кораллы съедят. Человек купил для лекарства. Если будет прям обсыпанная рыба, сильно больная, попадает в аквариум, то это лекарство мертвому припарк. Конечно, ничего там не поможет. Вот. Оно влияет, конечно, на этих трафонтов, когда они вылупляются. Вообще, при лечении всех вот таких инфузориальных болячек, что крипт, что их теофтириас, мы можем их убить только на одной стадии. Вот, когда они вылупились из этой цисты и плавают. На рыбе мы их не убьем? На рыбе мы не убьем. Чтобы убить на рыбе, нужно... Надо убить рыбу. Да. Нужна такая доза лекарства, которая убьет рыбу. Чтобы цисту вообще... У тебя уже рыба умрут, а циста еще нет. У нее очень плотная оболочка. поэтому нам нужно использовать такую концентрацию лекарства, не сильно вредит рыбам, по-любому она вредит, и убивает всех беспозвоночных. Ну все, давай, давай. Про лекарства. Про лекарства. Как? Мое любимое лекарство называется... Медный купорос? Называется пентагидрат сульфата меди, или сульфат меди пятиводный. Потому что медный купорос, его кристаллики, вот эти голубые, они не могут существовать как бы в такой форме, чтобы к ним не была присоединена вода. Какое-то количество воды прямо из воздуха к ним все время присоединяется, если чистый, выделить медный купорос. Поэтому его сразу делают с водой. пентагидрат, это значит, что 5 молекул воды. 5H2O Купром СО4 прибавляется. Купром 2СО4. Вот. Этот медный купорос естественно нельзя покупать в огородном магазине. Где о, медный купорос там вот для огорода. Вот такая паска. Там будут такие жуткие примеси, чего там только не будет, всяких разных тяжелых металлов и всего остального, что ну... Где брать тот медный купорос, который нужен? Нужно покупать в магазине химореактивов и обязательно ЧДА. ЧДА это обозначает чистый для анализа. То есть это высшая степень очищенности. Очистки этого химического соединения. Вот. Стоит он ну очень недорого. Я не помню точно, по-моему за 100 грамм что ли, то ли 200 рублей за 100 грамм. А 100 грамм это ну хватит где-то на 10 лет лечения. Если лечить каждый день тут засверлил, что-то кто-то это будет слышно. Будет, наверное, слышно? Он стоит копейки, да, очень дешевый в химореактивах, там рублей 200 будет стоить, но что самое важное, для того, чтобы лечить рыб медью, обязательно нужен тест на медь. Без него можете даже не начинать лечить. вот, потому что я сейчас расскажу почему, но обязательно если рыба заболела, если вы хотите лечить медью, то вам нужен тест на медь. Тесты на медь у нас чаще всего, которые в продаже встречаются, салиферт, GBL бывает, и сейчас еще российская фирма Ухи называется, есть ли это? Ухи, Ухи, как она правильно называется. Получилось так, что я как бы российским фирмам в плане тестов, там еще каких-то реактивов вообще никогда не доверял, я не пользуюсь, у меня только все импортное. Моя любимая РТС компания, но у них на медь в России вообще не привозили такого, у меня теста никогда, у меня РТС-шного на медь не было. У салиферта есть один жуткий косяк. Салиферт это вообще фирма-косяк. Я не понимаю аквариумистов, которые тащатся от салиферта, я терпеть не мог всегда эти тесты и никогда и пользуюсь ими только вот, ну, когда нет ничего другого. Когда нет РТС-ши. Да. Вот, например, тест на медь, все хорошо, вот эта страшная упаковка из непонятного картона, там все, все нормально, там всего одна бутылочка, маленькая, всего лишь там сколько-то, пять капель нужно накапать, два миллилитра и все, и в этом весь тест заключается. На медь он как бы элементарный, там от одного до двух реактивов в зависимости от производителя. У салиферта вот один реактив, но в чем косяк этого теста? В том, что там пластиковая колбочка, вот та самая, в которой ты проводишь тест, она окрашивается от меди, раз и навсегда, ты ее не отбоешь никогда. Вот она у тебя как посинела первый раз, показала тебе медь, и ты любую воду ты наливаешь, она у тебя будет синяя, и ты вообще не поймешь, у тебя какой там у тебя тест. То есть ты делаешь тест однажды, может дальше выкидывать? Да, тест называется однажды, как можно его назвать? Ну, что делал я? Я просто брал стеклянную баночку от какого-нибудь другого производителя, Трексе от JBL, от нежматов, которые положили стеклянную баночку. Та же Тетра, тоже вот эти пластиковые ужасные пробирочки, которые окрашиваются и потом никак не отмоешь. У серы, кстати, стеклянные. Вот, ну, у серы, например, да. И берешь стеклянную, вот у меня, например, от JBL много баночек осталось старых. Самих тестов нет, баночек куча. И я наливал салифертовский тест, делал в JBL-фской баночке. И он такой, она по размеру, по объему практически сходная с салифертовской вот этой вот пробирочкой. И можно смотреть. Но там, опять же, все так на глаз, все так очень сложно определить. 50 оттенков серого салиферта это такая тема, что ты там на глаз должен определить мельчайшие оттенки в этой пробирке. Ну это вообще очень тяжело, вредово. И мне мой сотрудник Максим предложил, говорит, давай, вот я сейчас тесты ухи, не знаю, как они правильно произносятся, UHE, или это, я так понимаю, нет, UHE. Это вообще московские, по-моему, ребята делают. Я не знаю. Там, посмотрел производитель Москва, почему у них такое название, не знаю, может быть какие-то маркетинговые корни. В общем, у них стеклянные баночки, слава богу. У них еще и пробковая крышечка, которая легко там закрывается, сейчас рекламам пойдет этих тестов. В общем, изначально он мне говорит, вот есть такая фирма, я хочу их тесты попробовать. Я говорю, давай, я тебе всю линейку куплю, ты пробуй, я этим пользоваться не буду. Это лабуда. Он взял всю ему линейку, он в пресных аквариумах меряет очень много всяких разных тестов. среди них есть тест на медь. Для такого, ребят, давайте тест на медь. На упаковке нарисована рыбка клоун и написано большими буквами тест для пресной воды. Супер. Тест на медь, что для пресной, что для морской одинаковая химическая реакция, можно легко в море это делать. Может, производитель не знает. Он делал для пресного, значит, для пресного. Возможно, не знаю, что он знает, что он не знает. Факт в том, что они пошли по такому пути, они взяли, сделали мобильное приложение. Вот, у Максима айфон, ему не повезло, на айфон нельзя это поставить, только для андроида есть приложение. И такое, у многих компаний тоже за рубежом есть такие приложения, когда у тебя, ты ставишь одну пробирочку с чистой водой на светящийся кружочек и вторую свою. И ползунком сдвигаешь и смотришь, у тебя, ты должен два одинаковых цвета подобрать. И вот, когда они подобрались, два одинаковых цвета в этих пробирках, нажимаешь, тест, он тебе показывает, сколько у тебя миллиграмм на литр. Все, вуаля, вообще. Не нужно ничего мудрить. То есть, там нет шкалы. Есть, есть, есть бумажная. Если ты олдскульщик или у тебя кнопочный телефон, то там абсолютно большущая бумажка. Аналоговая. Да, все можешь определить, все прекрасно, тест работает. Ты его сравнивал уже, ну, как бы, с проверенным? Берешь, отмеряешь, у меня есть лаборатория, я отмерил, сколько мне нужно, рассчитал, вот у меня раствор с такой-то концентрацией меди, да, ты его уже заранее знаешь, да, я беру тест и смотрю, покажет он мне ее или нет. Он мне показывает, да, все нормально. Ну, молодцы, значит, раз работает, значит, если с салифертом сравнить, тоже будут, ну, результаты одинаковые. Тоже сравнивал с салифертом. Так подешевле он, наверное, будет, да? салифер, по-моему, тоже-то не особо дорогой. А эти вообще что-то там, или это может быть оптовая цена или что-то, что-то 400 рублей, что ли, тест, ну, вообще. Ладно, хватит рекламировать. Я говорю о том, что вот на рынке доступному, чтобы раз и сделать тест. Без наличия теста даже не пытайтесь рыб лечить медью, потому что в большинстве случаев вы просто и убьете. Есть препараты, особенно раньше очень много их выпускали, и Аквамедик, и Азу, другие фирмы, они делали разные растворы хилатируем, то есть хилатные растворы меди, вот там, цитрат меди, еще какой-то. Для чего это делается, когда, если ты просто обычный медный купарос химически чисто используешь, то он у тебя в реакцию там вступает и с органикой, и с листом, с карбонатами, много с чем он вступает в реакцию. Если он у тебя в форме хилата, то он у тебя поддерживается на определенном уровне некоторое время, и там, например, вот у Аквамедика там первый день заливаешь, там третий день заливаешь, пятый, седьмой день, вот, и у тебя определенный уровень поддерживается, то есть эта медь не разлагается. Но я не использую цитрат, я его для себя не готовлю, потому что его так же сложно выводить из воды, сложно контролировать. Когда у тебя чистый, просто медный купарос, и вот ты купил эти кристаллики, их обязательно нужно высчитать, сколько тебе надо, я дам тебе специальную формулу, засунешь ее куда-нибудь там в видео, вот. Ну, в описании лучше давай ее поставим. Ну, можно в описании, если ты не можешь, как... Не могу. Все вот эти блогеры там, вот вам формула. Не, удобнее будет, чтобы в описании. Это было, чтобы я на А4 распечатал. Можно было так, Ну, в общем, есть, чтобы, кто не владеет всякими химическими штуками, кто в школе по химии у него было два с половиной, и он не может рассчитать, сколько будет меди там в растворе, сколько надо взять медного купароса, пяти водного, чтобы получилась там такая-то вот концентрация меди, которую он хочет, вот. Есть специальная формула. Она будет в описании под этим видео. Вот эту формулу оговорили. Подставляешь объем своего аквариума, чтобы высчитать объем своего аквариума, берешь рулеточку, замеряешь, и именно внутренние стенки и по уровню воды перемножаешь, ну, объем параллепепеля. Ты не определишь так ничего. Определишь. Потому что грунт, декорация. Это вот на глаз. Ну, вот, например, у нас грунты, да, вот досюда, мы измеряем досюда. Там плюс-минус 10 литров роли не сыграют в большом аквариуме, а в маленьком плюс-минус литр, вот. Так что ничего страшного. Ну, нужно объем сам поеще. Если это все в общем аквариуме делается. В общем, нужно знать объем воды в своем аквариуме. для карантине, для карантин. Чисто в карантине. Берем медный купорос химически чистый, ЧДА. Можно ХЧ, но лучше ЧДА взять. Там 5-водный медный купорос. Рассчитываем по формуле сколько нам нужно его взять. Еще понадобятся весы, которые могут мерить меньше грамма. Ну, там, какие-то части грамма, там, чтобы было, там, тебе надо отмерить, 100 миллиграмм, 0,01 грамма, 0,03 грамма. Вот. Нужны такие точные весы. Вот. Нужны точные весы, медный купорос и тест на мете. Вот. Это три основные штуки, которые для лечения нужны. И еще я рекомендую к этому еще обязательно взять какой-нибудь антиаммоний. Молок сейчас уже не так уж продажи встречается. Я пользуюсь СтопАмма от Парадибио. В ампулах? Да, в ампулах. И я еще направлял письмо производителю и спрашивал, как он с медью, ну, с медью он работает. Сочетается? Да. Они говорят, все хорошо, с медью он никак не реагирует. И я проверил экспериментально, действительно, все нормально. Тоже расскажу, для чего он нужен. В общем, четыре, четыре штуки нужно купить. С медным купоросом, ЧДА чистый, весы должны быть, ну, весы можно одолжить, например у кого-нибудь, которые высокоточные и которые могут мерить миллиграммы. Тест на медь и стоп ам. Стоп ам. Да. Значит, обязательно мы, когда отмерили, сколько нам надо этого медного купороса, мы его растворяем в осматической воде. В осмосе? Только в осмосе. Только если нам нужно если растворим в водопроводе, например, то он уже вступит в реакцию с тем, что там в водопроводе содержится, там уже хлопья выпадут, и вообще будет вообще все не то. Но для моряка, в общем-то, осмос это не проблема. Считается, что в морской воде тоже нельзя разбавлять. Надо разбавить только в чисто в осмосе. Неважно, сколько там в осмосе миллиграмм осталось, 6 или 20. Главное, чтобы осмос был. В осмосе мы насыпаем эти кристаллы, они не так уж быстро и хорошо растворяются. Желательно, чтобы осмос был комнатной температуры. И вот какой-нибудь пластиковой ложкой размешиваем до тех пор, пока все кристаллики вообще не растворятся. Получится такой слабосиненький раствор. Желательно растворять где-то в литре, может, полтора литра воды. Ну, в объеме, не в маленькой баночке. Чтобы погрешность не сильно большая была, да? Чтобы там, ну, в маленьком объеме же легко пересыпать или не досыпать, а в литровый ты уже, в общем-то, правильно? Виталик, Виталик, что? Ты отмеряешь на весах точно, вот сколько тебе надо на один раз засыпать. Вот, у тебя точная доза. Тебе его, и ты можешь это растворить. А, ты его можешь растворить в любом объеме? В любом объеме, но лучше брать больше объема. Ну, все, я понял, так растворится лучше. Он растворится лучше, и в аквариум тебе так будет добавлять лучше. У него уже не такая большая концентрация. Все, я понял, понял. Будешь его лить куда-нибудь на течение, чтобы он расплылся, и у тебя будет больший объем. Если ты маленький, у тебя может, ну, в определенный момент в каком-то месте высокая концентрация получится, пока еще не размешалась, и может рыба травануться. Вот, лучше в большем объеме. Значит, ты его растворил, добавил. Что происходит? Если у тебя аквариум, например, у тебя декорации в аквариуме, какие-нибудь искусственные, у тебя какой-нибудь искусственный фон, там, миспенополиуретана, вот как у меня, например, в океанаре, и у тебя какие-нибудь сухие камни, мертвые кораллы, то есть у тебя чисто рыбный аквариум с рыбами, у тебя грунт, коралловая крошка, например. Когда ты туда добавишь минный купорос, он свяжется с карбонатами, с грунтом, много с чем, и он свяжется с органикой, и тебе обязательно надо будет померить его концентрацию тестом. Вот ты добавил, прошло часов 5, нужно будет померить. Если формулу вставить, что ты хочешь сделать, чтобы у тебя была концентрация 0,2 медного купороса, вот это лечебная самая популярная концентрация. Это та концентрация, которая нужна, 0,2 миллиграмма на литр это получается? Да. Вообще, по идее, медный купорос, считается его лечебная концентрация от 0,2 до 0,3 миллиграмма на литр. Вот 0,3 миллиграмма на литр уже убивает бактерии. Это уже высокая концентрация. Она и повлияет и на биофильтр в том числе. И рыбам тяжело будет ее переносить. Поэтому я рекомендую использовать 0,2 но зачастую получается и ниже концентрацию. И 0,1 и 0,15 0,17 и по рыбе ты видишь, что она выздоравливает все прекрасно, все помогает. То есть не обязательно концентрацию до максимальной доводить, потому что на рыбу это очень сильно влияет. Плюс еще рыбы есть разные кто как переносит. Самое важное не добавлять всю концентрацию сразу нам рыбу по чуть-чуть надо за несколько дней рыбу приучить к этому лекарству. Вот мы видим точки у рыбы появились. Мы у нас вот давай конкретно вот аквариум у тебя аквариум с кораллами. Вот у тебя рыб здесь сильно обсыпало. Что тебе делать? У тебя здесь рыб мало, кораллов очень много. Значит мы отсаживаем рыбу. если у человека очень часто рыбы болеют на запуске аквариума этот человек только накупил рыбу посадил и у него например три коралла всего лишь там еще сидит. Ему проще кораллы вытащить. Вытащить кораллы и вытащить живые камни в отдельную емкость обеспечить ее аэрацией и все такое. И пусть эти кораллы и им свет еще поставить туда обязательно. Пусть эти кораллы и живые камни посидят два месяца. Вот за два месяца там точно все цисты вылупятся не найдут рыбу и все помрут. Но надо будет там ухаживать за ними там надо будет делать и подмены и все чтобы кораллы не померли соответственно. А рыб лечить тогда в общем аквариуме. Если рыб много кораллов мало. Если в твоем случае когда кораллов уже целая куча уже все наросло то тебе нужно будет рыб вылавливать в отдельную емкость. Это конечно в коралловом аквариуме это будет сложно сделать. Можно использовать ловушки для рыб. Тоже еще не каждая но вообще есть ловушки даже можно купить аквамедиков пластиковую специальную ловушку есть прикольные ловушки я видел здесь с магнитом и там такая как шарик шарик с то ли спинопластом то ли что это когда отсоединяешь магнит она хлоп такая и кверху поднимается рыба в нее заплывает ты и ее поймала есть такие прикольные у аквамедика есть там получается рыба заплывает а обратно не может выплыть всякие разные методы есть идеально конечно ловушкой поймать если получится чтобы не перекипешевать ничего но обычно не получается креветок всех остальных кораллов все мы оставляем в общем аквариуме на 2 месяца пусть он посидит без рыбы рыбу мы отсаживаем в отдельный аквариум берем прям воду если у нас это отдельный аквариум свежий какой-то или это даже какая-то емкость не обязательно это аквариум на 20 литров какая-то там бочка или там лучше конечно побольше на 50 литров то мы туда закидываем рыбу водичку из аквариума набираем и какую-то фильтрацию организовываем и туда добавляем лекарства лекарства добавляем поэтапно вот мы хотим достигнуть концентрации 0,2 мы высчитываем сначала на концентрацию 0,1 сколько нам надо меди по той формуле которая ссылка по той формуле высчитали добавили а потом меряем что у нас получилось потому что часть меди у нас свяжется с органикой которая есть в воде и она будет недоступна для лечения неактивна вообще никак ни на что не повлияет если лечение происходит в аквариуме где есть декорации камни и грунт то свяжется еще больше особенно коралловая крошка связывает медь на раз-два то есть мы ее сделали 0,1 а она там покажет нас 0,5 ее в итоге можно сделать на 0,1 взять меди засыпать покажет 0 вообще в аквариуме скорее всего если это старый аквариум и с грунтом совсем первая первая доза связала все да вторая доза точно так же мы первые сутки добавляем если у нас на рыбе не прям кишмя кишит а несколько точек то лучше вообще это растянуть на 3-4 дня потихоньку добавлять если рыба сильно обсыпана уже плохо себя чувствует и уже начали рыбу умирать чаще всего до аквариумиста доходит когда уже рыбы умирают вот что они болеют то тогда вот мы добавили через 5 часов померили если у нас нулевая концентрация добавили еще в общем первые сутки мы до 0,1 доводим даже не первые сутки а пусть двое суток до 0,1 то есть до 1 чтобы 0,1 концентрация меди продержалась двое суток в этой воде потом мы еще добавляем столько чтобы на 0,5 чтобы было полтора 0,15 ну 0,05 получается нет 0,1 чтобы довести до 0,15 мы на 0,05 да еще плюс 0,05 сколько нам надо добавить это все если аквариум небольшой то это все-таки микроскопические дозы медного купороса ну весы нужны такие которые миллиграммы мерят добавляем ну и да в конце концов нам где-то за дней 5 до 0,2 нужно довести вот можно за неделю все зависит от того ну нужно ориентироваться как себя рыба чувствует надо быстрее действовать или можно есть еще вариант подождать в карантинной емкости хорошо бы сифонить дно чтобы то что там оседает цисты эти да да цисты там поставить в качестве укрытий вот обрезки труб или какие-то еще пластиковые штуки которые легко моются вынимать их и кипятком их промывать вот как продезинфицировать вообще емкость от этих цист самый способ стопроцентно эффективный это высушить эту емкость прям вот что она будет просто сухая там ни капли воды не будет они помирают они без влаги вообще никак не могут без влаги все цисты помрут можно хлоркой но это дом будет вонять там и все такое можно перекисью водорода тоже нужно учитывать еще там смотря какие там декорации вот что перекись мало ли там что-нибудь обесцветит или еще что-то вот можно перекисью водорода но самый простой способ это вот если небольшая емкость или какие-то укрытия промывать это горячей водой обыкновенность вот водопроводом такой прям горячую включить на всю и это все промыть а потом это высушить и все тогда 100% там все умрет и не надо никаких химикатов использовать потому что тот же хлор может впитаться хлорка впитается но это уже ты говоришь после того как мы до 0,2 довели и это я говорю что вот у тебя рыба сидит прям вот ты первый день как ее отсадил в этот отсадник вот на второй день тебе бы там желательно уже приготовить вот ты только рыбу отсадил с этой водой тут же ты ставишь на засолку ведро воды пусть она у тебя сутки стоит на следующий день ты этим этой засолкой делаешь подмену хотя бы 20% воды сифоневая и доставай эти все декорации которые все твердые предметы промывай промывай в кипятке поставь высушиться там за полчаса все понятно и обратно вернешь и вот так каждый день 20% свежей воды ты залил нужно же добавлять купороса снова вот смотри ты первый первый день рыбу отсадил купороса добавил второй день ты подмену ну ты вернее сделал тест а потом в зависимости от того какую ты подмену делаешь ну ты можешь сначала сделать подмену а потом сделать тест посмотреть сколько у тебя там создалось и в зависимости уже добавлять добавлялась после этого снова сделать тест чтобы провериться что ты дошел до нужной концентрации если ты делаешь в общем аквариуме лечение где у тебя нету без позвоночных или если ты их отсадил без позвоночных и туда заливаешь медь то лучше всего туда стоп ама сразу добавлять такие концентрации меди как 02 там 015 они не убивают бактерии нитрифицирующих они тормозят их естественно но убивать не убивают биофильтрацию это не уничтожит прямо в аквариуме зато это уничтожит кучу разных микроорганизмов и это уничтожит водоросли медь убивает водоросли растительные организмы она тоже на них сильно влиять и они сразу начнут гнить у тебя аммония сразу до поднимется ты добавляешь например стопом от продибио там растительный концентрат который просто связывает аммони и делает его неактивным то есть если тест сделать аммония в воде будет много но на рыб он никак не влияет весь ты добавил вот и собственно это все болтается в воде долгое время ну как минимум неделю точно это вещество работает вот так что можно и подмены там особо не делать но лучше конечно если в аквариуме там не своим при грунта нет если есть возможность сифонить собирать со дна всякую всячину а вот этот по поводу стопом а если он аммоний как он связан состоянии болтается как ты говоришь воде да он продолжать перерабатываться бактериями в конце концов на переработать до работы до бактерии могут его кушать он просто теряет именно токсичные свойства для рыб рыбу кормить рыбу кармида рыба должна кушать желательно если есть такая возможность есть какие-нибудь витамины там липовит бывает например не знаю в продаже можно встретить витамины для рыб когда на корм можно накапать эти капельки с витаминами корм разнообразные хорошие вот то есть и им для поддержания их иммунитета чтобы они с болезнью с этим всем справлялись вот хороший корм обязательно ну естественно все остатки корма вовремя удалять во время лечения какую температуру нужно поддерживать и какую плотность воды вот мы про это по моему самом начале что-то начали говорить вообще я не рекомендую и что-то менять вот как бы уже игрота же температура тоже плотность воды если некоторые используют пресные ванны купают рыбу на но это тоже не всегда эффективно и плюс это для рыбы еще такой большой шок некоторые понижают соленость но это не ну как бы соленость понижается для того чтобы у рыбы из-за того что у нее дырки эти образуются из которых выходят инфузорий вот чтобы у рыбы на рыбу сильно влияет соль просто так она защищена она рано она разъедать да то что разъедать на будет и в кровь попадать не не тем путем каким он должна быть вот соленая вода будет влиять поэтому там соленость понижают вот но у нас это большой роль не играет если мы медью лечим все все во время сделать главное вовремя болезнь определить естественно когда там пару точек на рыбе это намного ну заметите начать лечение намного лучше чем когда у тебя уже из десяти рыб уже восемь умерла и ты такой она должна что-то делать тут уже вариантов того что ты рыбу спасешь уже очень мало смотри мы в карантине пролечили рыбу да и увеличили визуальный эффект вот пролечили сколько дней лечить даже не сказать сколько не мы не скажем никому чем дураки что это мы не знаем за и делиться это тоже индивидуальная вещь как минимум как минимум это девять дней но это очень прям минимум лучше две-три недели наблюдать за рыбой вот в таком 02 милине не не мы на где-то в районе 10 дней держим эту концентрацию сначала мы видим что у рыбы исчезли все точки рыба очистилась новые точки не появляются и вот с того момента как рыба очистилась мы иметь перестаем добавлять я она она у нас в воде еще осталось все равно подмену мы такую массированную не делаем концентрация меди будет немножечко падать из-за органики связываться но пусть она еще остается 10 дней у нас рыба на лекарстве сидит а потом мы просто перестаем добавлять лекарства а подмена потихонечку делаем обмену подмены делаем ну там по 10 процентов не такие массированные а еще 10 дней у нас рыба досиживают мы смотрим новых точек не появляется вот тогда мы начинаем медь из воды убирать все там же в этом если мы резервуаре где мы лечим если мы лечим в общем аквариум то тогда мы в общий аквариум в систему фильтрации добавляем уголь активированный чтобы он чтобы он да все это в себя собрал и этот уголь где-то в течение трех-четырех дней у нас лежит и потом выкидываем просто-напросто и меряем концентрацию меди тестом должна быть равна нулю если в аквариуме много коралловой крошки и коралловая крошка в себя впитала эту медь она по-любому и впитала то случай при котором она и обратно отдаст это резкое понижение ph если ph будет щелочной в районе 8 там вот от там 7 и 9 до 8 и 2 то она его никогда не отдаст море то в меньшие и практически погоня когда нормально вот а если вдруг что-то произойдет большая рыбина умерла вода затухла через год и резко ph там до 7 и 2 например упадет и это вся медь как выделиться в один момент и мало того что там и так отравление произошло аммиаком еще плюс ты ph упал и вот это все еще и медь вылезет это будет карно что-то рекомендуешь убрать тогда после лечения грунт поменять зачем я рекомендую смотреть чтобы рыбина не сдохла вот и все пашни подвод и меня есть аквариумы где вот очень вот такой толстый слой коралловой крошки и там ядрёно лечили медью в этот аквариум пришлось первый раз добавили 0 2 раз добавили 0 3 раз добавили 0 4 5 раз добавили медь 0 на шестой раз чуть-чуть меди появилась и только тогда мы эту концентрацию повышали до лечебный очень много коралловая крошка из себя выбрала поставили уголь убрали вот полгода аквариуму после этого все нормально все живые без позвоночных туда вернули все все живое если мы отсадники лечим то мы постепенно выводим там через 20 дней что мы делаем 29 но 10 дней мы лечили 10 дней мы потихоньку снижаем концентрацию меди 20 дней прошло рыба чистая высаживаем ее сразу ну мы получается рыбу же забрали у нас остались кораллы нам надо будет чтобы эта рыба у нас жила отдельно от кораллов и камня два месяца чтобы чтобы если что-то там осталось рот наверняка остались цисты нужно содержать два месяца рыбу без кораллов кораллов без рыбы чтобы если там какие-то цели это если мы убрали из аквариума с кораллами рыбу то мы ее лечим сначала вот в течение 20 примерно дней а потом просто содержим в этом аквариуме на чистой водичке и ждем когда эти цисты если они удастся на листы вы же эти волица ребята и померли если мы отсадили кораллы рыбу лечим в общем аквариуме то рыба у нас естественно остается мы мете убираем из воды рыба у нас спокойненько сидит точно так же от начала момент когда мы их убрали два месяца мы ждем они у нас в отсаднике в какой-то емкость кораллы и живые камни я убираю тоже из системы если есть живые камни например в санки потому что там они очень сильно пострадают от меди плюс они очень сильно медь всасывают будешь добавлять 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 медь будет всасываться в камень накапливаться там в нем вот и лечение не будет и камень потом пострадает короче проще у вас отсадники все-таки рыбу держат наверное и прочее дешевле провести карантин вначале да ты где-то filosof карантин найдешь чтобы вот был такой прям карантин как как обычный аквариум берешь виталика покупаешь кубик точно картинник вода это карантинник вот должен быть запущен и прям действующий какой-то аквариум вот например там лучше конечно на литров 100 как минимум но если ты рыбу будешь покупать некрупную вот как-то и маленького хипатоса купил то и 50 литров вполне пойдет он там месяц спокойно проживет и вот у тебя такой функционирующий аквариум чик должен быть маленький это может быть даже твой первый аквариум потом ты себе большой аквариум завел а этот аквариум не выгидываете и не продаете внимание это ваш карантин да именно так лично если там уже что-то происходит там из-за из этого маленького аквариума можно убрать жилые камни кораллы в отдельную куть небольшую емкость да и же там немного пусть они два месяца там сидят эту рыбку там пролечить если там возникнет болячка и потом уже в общем аквариум и и запускать это конечно идеальный вариант бывает такая еще фигня я говорил что у рыб может образоваться иммунитет к репту и это действительно научно доказанный факт у рыб образуется иммунитет то есть есть рыба вот который переболели и некоторое время они не могут заразиться криптом если вы которые две недели иммунитет держится есть которых 6 месяцев это не от вида зависит от основном от состояния рыбы вот и такая рыба может злую шутку сыграть с человеком она сама не болеет но она может носителем быть и на ней есть какая-то небольшая . на жабрах еще где-то мы не видим мы купили рыбу рыба чистая посадили сюда в аквариум наши все рыбы обсыпались в конце концов и она а это рыба сначала не обсыпалась а вся чистая а наши рыбы обсыпались и мы такие думаем ё-моё но это на не с ней же болячка она от не болеет но когда достигнет уже большая концентрация паразита когда наши уже все будут обсыпаны и эту рыбу обсыпать ее иммунитет пробьет все мои да все полно все померли померли все померли ну понятно теперь ясно почему потому что это и разный иммунитет у рыб у одной покрепче иммунитет она будет держаться дольше естественно от вида даже это особо не зависит потом еще какие ситуации бывают бывает ситуация такая что человек купил новую рыбу принес ее в свое это рыба пролеченная все сто процентов все чистое он уверен в ней либо у него есть карантин он посадил у него сидит она в карантине все он ее выпустил в общий аквариум она раз и и на через три дня покрылась криптом это значит у него в аквариуме были цисты его рыбы переболели когда-то и являются просто носили носиками до носителями вот клоуны зачастую могут они так у них иммунитет хороший он в точках побыл побыл что-то 1 1 1 1 вроде не прошло и все нормально а он носит на себе этот то есть у человека зачастую в аквариуме есть крип он знать не знает про это потом приносит новую рыбу которая в надвержена которая прям и карантин проходит и все и у него в отдельном аквариуме прожила и выпускает все обсыпаются рыба сначала эта рыба обсыпается потом и все остальные он думает значит есть какая-то спящая инфузория в этой рыбе там какой-то спящий крипта на самом деле у него уже он в аквариуме был вот он стал с живыми камнями вот с кораллами можно крипт себе принести вот у человека был крипт в аквариуме и прошел как бы сам по себе хронический такой у кого-то там две точки выскакивают раз в месяц ничего страшно никто не помирает весь аквариум кораллами заросший болезнь сильно не распространяется у него купили коралл он отломал там с кусочком камня а там цисты были человек этот коралл себе принес посадим из цист вылупились эти тетрафонты и вся его рыба покрылась такой тоже вполне возможный вариант а если мы если если мы купаем к если мы купаем как коралл в риф дипе до самой распространенной я тоже его использую то ничего цисты не будет от этого йода это слишком ну то концентрация не заряд чисту убьет так черный кораллы тоже карантин да ну смешно но живые камни вот приехали живые камни с природой я их тоже обязательно карантине чтобы я их в отдельный аквариум сажаю они у меня сидят короче поэтому ребята вы никогда не избавитесь от крипто так что будет сдачи в общем то да да тут кстати у нас тут еще форс-мажор такой соседям приспичило в субботу днем посверлить и вот у нас конец видоса я не знаю насколько это будет ощутимо нам это очень ощутимо все эти дрели это просто те люди которые которые за риф сэйф лекарства против крипто и какие чё ты сказал сейчас мы тебе устроили сверли это и из совесть салиферта еще да еще в палате так что не обессудьте если будет у нас такой фон немного шумовой ну так получается так мы в общем то тему-то раскрыли ну не знаю с тобой не знаю возможно да однозначно все равно большая часть не опять никто ничего не поймет если кто-то чего-то не понял то то еще его проблему нет мы не будем уподобляться некоторым блогер мы скажем что пишите в комментариях и если у виктора найдется время да он может быть ответит да конечно ваш на ваш часто но только главное не спрашивайте то что мы уже здесь в мусоре и такое что у меня заболела рыбка что делать это это тоже вот насчет диагностики сам мы говорили что с микроскопом на все это тяжело происходит самый классный метод диагностики если у тебя есть хороший профессионал который и такой аквариум из заядлая например самый лучший геодиагностика если у тебя есть друг виктор трубит да но но только в общем отправить видео снять на телефон просто рыбину больную умудриться по что они часто еще прячутся снять на телефон и отправить тому кто разбирается не на форумы где диваны где все разбираются во всем а именно чтобы ты знал что человек ну точно имел дело с этим уж точно разбирается он тебе на посмотрит на рыбу и сто процентов скажет он скажет это или крипт или один и увлечен все равно в виде хули так что вариантов тут немного но вот иногда видишь можно с лимфоцистисом можно перепутать да есть еще бруклинелла такая инфузоре ну и мы тоже ее медиа можем убить вот а лимфоцистис медиа ты ничего с этим не сделаешь это вирус ты еще ослабишь иммунитет рыбы и будет еще хуже ну вот на этой оптимистичной ноте и закончим виктор спасибо тебе большое это было просто очень полезная информация потому что последнее время все чаще и чаще мне задают вопрос как лечить рыбу ну и в основном это крипту точки в пресноводной аквариумистики это называют сленгом манка до в морской в принципе наверно та же самая манка ее можно надо часто потому что как и называют потому что ну вот я лечением рыб никогда не занимался поэтому и пригласил виктора чтобы он вам сегодня все это рассказал спасибо большое ребят на сегодня у нас все если видео понравилось ставьте лайк давайте до связи счастливы